всем привет из австралии с вами светлана в сегодняшнем видео мой дом в преддверии пасхи северовка стола и как придать изюминку пасхальному столу а также как украсить балкон или стол загородном доме или на даче пасха это прежде всего семейный праздник когда все собираются за одним столом и атмосфера должна быть здесь соответствующей на мой взгляд все дело в мелочах иногда достаточно одного элемента чтобы придать акцент праздничному декору праздничный стол светлых пастельных тонах или чисто белый сервиз простой и лаконичный дополненный изяществом весенних цветов красотой бокалов легкой ткани и раскрашенных пасхальных яиц сможет подарить истинное чувство светлого праздника пасхи самый простой способ сделать красивой сервировку стола это использовать как текстильные точно также можно использовать бумажные салфетки в роли декора пасхальное яйцо красиво смотрится в специальной подставке но если таковой нет ее отлично может заменить как кольцо для салфеток так и самый обычный стакан если в доме есть дети тогда яркие салфетки красочные ленточки шоколадные яйца разноцветные искусственные пасхальные яйца впрочем как и самые обычные подписанные именами гостей будут смотреться довольно необычно и интересным красочные яркие весенние цветы которые зацвели у вас на даче или саду они будут прекрасным дополнением сервировки стола и хотя в австралии осень для меня пасха так и осталось весенним праздником и чтобы как-то создать весеннее настроение я разбавила белый столовый сервис цветными закусочными тарелками под весеннее настроение проросшая пшеница это продолжение весенней тематики у меня есть отдельное видео ссылка вверху как прорастить пшеницу при помощи ножниц я разделила зеленый коврик на отдельные части и украсила стол цветами и проросшей пшеницей а в австралии на пасху пекут hot cross bands пасхальные булочки которые я выкладываю в оригинальную не знаю как правильно назвать скажем подставку из ткани с карманчиками даже самые обычные булочки и смотрится как-то красиво в этом году вместо кексов я сделала торты украсив их кокосовой стружкой быстро легко и как-то скажем нарядно тем более что поджарив кокосовую стружку она выглядит как сено а добавив сок шпината получается как зеленая трава и очень органично вписывается в пасхальный стол весенние цветы это лучшее дополнение пасхального декора свежие цветы или ветки вербы неотъемлемая часть торжества а скорлупа яйца станет идеальной мини-вазой для миниатюрного букета или подсвечником просто вставьте чайную свечу в скорлупу и подсвечник готов весенние жизнерадостные оттенки в декоре дома и сервировки стола к пасхе это уже традиция живые цветы и их лепестки можно использовать для украшения куличей десерта и здесь можно проявить фантазию в деталях главное условие хорошего праздника это близкие родные люди рядом и уютная обстановка винтажные пасхальные яйца и декор что называется из детства они всегда актуальны и вносят особое тепло и уют в атмосферу дома украсить балкон или веранду можно букетами из веточек вербы или высаженными в горшках весенними цветами а также корзинами с декоративными пасхальными яйцами и другим праздничным декором и тогда времяопровождение за чашкой кофе будет вдвойне приятней разместить корзинки или цветочные горшки можно на подоконниках или старых табуретках а стильную вазу сделать из верхних крайних листов капусты которые обычно мы не используем в приготовлении блюд все что нам понадобится это обычная стеклянная банка и три листа капусты у меня есть отдельное видео ссылка вверху как сделать вазу из капусты используя целый качан капусты здесь же все намного проще и буквально за три минуты оригинальная ваза готова а ваза зеленого цвета прекрасно сочетается со всеми цветами радуги и сюда точно также можно еще поместить и цветочный горшок как легко и просто приготовить пасхальные десерты смотрите мое предыдущее видео я желаю вам весеннего праздничного настроения и уюта в вашем доме как всегда с нетерпением буду ждать ваши отзывы и комментарии с наилучшими пожеланиями и до встречи в новом видео с вами была светлана